«Мы до сих пор в шоке. Очень нервно пока». О том, что их квартиры больше нет, Ольге и Александру сообщили знакомые. Говорят, когда началась воздушная тревога, находились в другом конце города. В торговом центре выбирали Ольге платье. Девушка рассказывает, это и спасло им жизнь, так как эпицентр ракетного удара был именно в их квартире. «У нас работала сигнализация, и мы поняли, что что-то не то, наверное». «Нам стали писать в чатах, взрыв, и сработала сигнализация. Мы быстро приехали сюда. Нам стали уже все звонить, знакомые. Кто рядом живёт, знают, что мы здесь живём. Стали звонить, узнавать, как мы, и писать, что у нас квартиры уже нет». Валерий за несколько часов до ракетного удара уехал на дачу. «Уехал на дачу цветочки поливать. Всё, приехал, тут мне сбрасывают, говорит, с тобой всё нормально. Я говорю, ну, а что, должно быть плохо. Сбрасывают фотографию. Я говорю, наверное, попали в нас. И точно именно в нашу квартиру». Ракетную атаку над Днепро российские войска совершили в день Конституции Украины около половины седьмого вечера. В это время много людей гуляли с семьями. Пролёт ракеты над городом услышали многие. «Мы сидели на набережной с коллегой и обсуждали дела. И такой звук просто вот, ну, как, знаете, как раньше реактивные самолёты летали. Я говорю, что это? Он говорит, наверное, самолёт. Я говорю, ну, не похоже. И остался, знаете, такой шлейф прямо, инверсионный. И потом, конечно, бахнуло». На место удара разбирать завалы спасателям со всего города приехали желающие помочь. «Купили воды для спасателей. Вот турникет у меня был на рабочем месте. Это нормальная активная гражданская позиция, которой мы придерживаемся с парнями. Сразу увидел в новостях, где. Я знал, где дом и приехал помогать». В результате ракетной атаки пострадали 12 человек. Шестерых госпитализировали. Среди них беременная женщина и маленький ребёнок. По данным полиции, в разрушенном подъезде были зарегистрированы 97 человек. На утро суббота на связь так и не вышли пятеро из них. Они числятся пропавшими без вести. «У нас есть сложность, потому что разрушено пять этажей в этом подъезде. Но спасатели выполняют все работы, чтобы своевременно разобрать конструкции и оказать помощь, если есть там пострадавшие». На месте удара работают криминалисты, собирают данные у родных тех людей, кого ещё не смогли найти. Поисково-спасательная операция продолжается.